Это танцевальный клуб вдохновения. Любители вальса и фокстрота создали школу сами, чтобы не сидеть на месте, двигаться и общаться. Вместе они не только танцуют, но и ходят в театр и турпоходы. Танцы, знаете, это спорт, это движение, это общение. Доказано, что все танцующие не болеют ни Альцгеймером, ни Паркинсоном не страдают. Школу танцев презентовали на открытии центра для людей серебряного возраста. Сочинские пенсионеры с удовольствием поддержали инициативу главы города Анатолия Пахомова. Рукодельницы поделились своим творчеством. На выставке вышивка, вязание, живопись. На импровизированной сцене – песни под баян, танцы под скрипку, стихи и музыка. Люди находятся дома, сидят у телевизоров с компьютерами. И вот благодаря поддержке города и городского собрания, сегодня произошло такое открытие, где будут происходить всевозможные кружки по интересам, всевозможные танцевальные кружки, музыкальные, изучение компьютерной грамотности. Центр для людей серебряного возраста открыли в знаковом для сочинцев месте, в бывшем кинотеатре «Стерео», где сегодня располагается городское собрание. Снова вернуться под своды любимого кинотеатра, говорят сочинцы, большое удовольствие. Юность наша прошла здесь. Мы смотрели здесь замечательные фильмы. Мы радовались вот этому зданию. Поэтому, конечно, не может никакого другого быть впечатления во всем этом, как радость и благодарность. Новый центр – это часть городского проекта «Активное долголетие». Его суть – отвлечь пожилых сочинцев от социального и бытового одиночества, повысив их физическую и интеллектуальную активность. В Сочи уже провели более 200 мероприятий, которые охватили около 4 тысяч человек. Уже сегодня в 30 домах культуры и 15 библиотеках для пенсионеров работают клубы по интересам. Сейчас идет голосование, интернет-голосование. Мы по нашим общественным организациям запустили анкетирование. Мы хотим услышать у наших жителей, какие направления они хотели бы еще увидеть. То ли это шахматы, то ли это клуб читателей, то ли это вечера чтения стихов. Одним словом, сочинцы сами решат, как назовут новый центр, когда и какие мероприятия здесь будут проходить. Но, судя по активности пожилых сочинцев в день открытия центра, собираться все вместе они будут часто.